Суслик, чё делал? Зашел в ОСУ, карт нету, не знаю, как играть, помоги. Итак, здравствуйте, меня зовут Суслик, и не без фейлов в моих видео про ОСУ. Буквально вот сегодня, если вы смотрите 15 декабря, вот 15 декабря я уже записал один ролик по ОСУ, вторую часть, но произошел такой фейл, что видимо я что-то когда монтировал, я просто взял и отрезал первые 10 минут видео, вот, это успел посмотреть 9 человек, успел поставить 3 лайка, ребят, я просто счастлив, потому что за обрезанные видео мне ставят 3 лайка, но так-то, конечно же, делать нельзя. Вот, я его пересниму, я всё расскажу опять, вот, но для начала, конечно же, о нашем спонсоре, ksgo.ru, сайт, где можно рандомно себе выбить какую-нибудь крутую шмоточку для ks-go, просто от крака, просто от траки, господи, АВП, ножи, что угодно вообще, просто любой каприз на ваши деньги, ну и фортуну, да. Вот, ну и, собственно, вернемся к ОСУ. Ну, на самом деле мы ненадолго вернулись на этот экран, например, вот, человек только что скачал ОСУ, да, у него не будет никаких песен в плейлисте, да, то есть у него там будет пост, у него будет какой-то странный туториал, который вообще там пройдешь за 2 секунды и подумаешь, что за херня вообще, зачем я скачал. Вот, карты нужно скачивать, скачивать вручную, это делается двумя способами, если вы обычный игрок, да, то есть тупо скачали игру, зарегистрировались, то вам надо покупать, ну, покупать, что ли, скачивать через сайт, а если вы саппортер, то есть вы купили статус саппортера, 4 доллара, это вы поддержали разработчика, поддержали работу серверов, все дела, я это сделал вот сейчас, как вы видите, у вас есть кнопочка ОСУ, Дайрект, вы нажимаете сюда, здесь любое название вводите, вот, и, собственно, куча карт, и прямо скачивать в клиенте, да, то есть я нажал, скачал, здесь кнопочка, вот, ну, я не буду рассказывать что-то про саппорт, потому что я уверен, что ни одного из моих зрителей нету саппортера, но это, на самом деле, знаете, пока что вам не надо, это же потом, когда вы будете играть кучу карт, вот, а мы пойдем сейчас на сайт, скачаем какую-нибудь мапу нам, чем для этого надо, вот мы зашли на сайт, вот так выглядит сайт в шапке, вот здесь кнопка битмапс, жмем ранкет, нам, нас интересуют именно ранкнутые карты, значит уж нехорошие, вот, ну, вот, допустим, я такой, значит, ненавижу аниме, ненавижу пони, полмир ненавижу, блядь, я нажимаю, значит, дополнительные настройки, кнопка more options, и выбираю здесь, например, не хочу, чтобы вообще кто-то пел, нажимаю instrumental, и какой-нибудь жанр, да, я, например, хочу электроник, да, вот, примерно, если я вот такой набор хочу, и ищем здесь какой-нибудь, какой-нибудь битмап, да, ну, вот, давайте вот это, например, не знаю, что это, биби, кикей, и вот тут у нас кнопки, если у вас нету статуса саппортера, вот этой кнопки у вас не будет, тусу, директ, у вас будет две кнопки, да, лоббит, пап, и вот, вот, видео, если вы играете в ОСУ, для того, чтобы поиграть в ОСУ, качайте в ИДАУТ видео, я всегда качаю так, если вы хотите посмотреть какую-то классную видюшку на заднем фоне, качайте полную версию, просто сравните, вот, полная версия, она весит, например, 14 мегабайт, да, 14 метров, а без видео 2, да, 2, вот, видите, то есть намного удобнее, на самом деле, качать без видео, мы нажимаем, у нас сразу, как, секундочку, сразу это появляется в игре, из папки загрузок файл сразу удаляется, вот, он перемещается в директорию игры, вот, то есть не надо париться там потом, очищать все загрузки, ну вот, мы скачали карту, у нас вот такое меню возникло сразу, 4 сложности, обычных 4, если вы только запустили игру, вам, конечно, об этом в следующем видео, вам стоит начать с самой легкой сложности, вот, очень многие люди, как бы, когда начинают играть мозг, у них нету вот этого знания, да, которое необходимо, вот, сейчас я вам расскажу, о каком знании я говорю, сложность в игре, о, господи, выказы был закрыт, стыдся, сложность в игре рассчитывается не надписями, там, beginner, стандарт, а двумя параметрами, грубо говоря, это вот эти звездочки высчитываются с компьютером, да, и approach rate, это слева наверху значение, так, звездочки, значит, это, ну, это просто, вот, если все совместить, сложность карты, да, то есть, например, одна звездочка это легко, 10 сложечек сложно, 40 звездочек там невозможно, вот, высчитывается, я не уверен, как это высчитывается, высчитывается, вы все это можете посмотреть на вики, скорее всего, это есть, вот, на википедию, на осу педи, то есть, у них есть отдельная своя осу, своя вики, вот, сейчас я ее открыл, вот, ну, здесь, я особо здесь не лазил, ну, лазил, конечно, когда только начинал играть, да, ну, тут, в принципе, все есть, вот, я даже покажу в URL, вот он, осу, пау, пассажирики, ладно, вернемся к игре, вот, получается, что, когда вы скачаете игру и установите карту, первое, на что у нас смотреть, это approach rate и сложности, вот здесь, не надпись, а вот эти вот, 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 когда вы сыграете первую карту, вы поймете, какой approach rate для вас пока что оптимально, то есть, в будущем вы по-любому будете играть approach rate, а там 9, да, то есть, такие высокие approach rate, достаточно максимально 10, ну, чуть больше 10, можно, если там, с даблками, потом все расскажу, вот, ну, и давайте, собственно, я покажу, как выглядит approach rate, например, 2,5 и сложность 1,75 звезд, давайте покажу. Ну, и так далее, то есть, вы видите, не очень интересно, как бы, все очень, ну, на мой взгляд, да, даже для новичка, я думаю, это будет все слишком медленным, скучным, я с вами соглашусь, если вы вдруг реально так подумаете, когда будете играть, то реально скучно, поэтому новичкам, даже вот совсем новичкам, вот, вы только скачали игру, я все равно советую играть на сложности нормал хотя бы, потому что, смотрите, здесь approach rate 2,5, здесь 5, approach rate в 2 раза больше, но я сейчас эту карту сыграю, вы поймете, что, как бы, ну, как-то не намного сложнее, на самом деле, играть approach rate 5, чем 2,5, да, на самом деле, я больше скажу, есть карты, которые специально сделаны с низким approach rate, их, в принципе, пройти, фк-шнуть, фк, это сокращение, означает full combo, вот, их пройти фк-шнуть сложнее, чем, блин, нормальные, insane карты, да, то есть, реально, когда очень медленно вот эти тапы идут, сложнее сконцентрироваться, потому что они возникают, блин, по всему экрану, да, и найти что-то вообще невозможно, но вы это увидите в следующем видео, я показал там, покажу, как будет выглядеть там какой-нибудь insane с низким approach rate, да, это вообще стрёмно, ну, давайте сейчас я продемонстрирую норму. О, чуть мне не повезло, мне просто реально, я привык уже играть в карты посложнее, и вот если вы играете в сложные карты и начинаете играть в легкие, вам реально сложно адаптироваться под них, это я вам гарантирую, если вы будете играть какие-нибудь insane, начнёте вдруг играть норму, вы поймете, что это будет невозможно почти, ну, вот, то есть, вы, в принципе, я балл что-то показал, конечно, но видно, сквозь скоростью, в принципе, тапы возникают, всё такое, ну, и давай что-нибудь посложнее включим, ну, да, например, вот это, ну, это не очень сложная для меня карта, но я уверен, что я сейчас фейлю, потому что я первый раз играю, ну, вот, давайте, чё. Меня что-то просто... невообразимо бесит эта карта, я не знаю, её просто сейчас удалю, наверное, нахер, потому что мне дико не нравится какой-то электроговно, я хер, ну, в общем, ладно, на самом деле вы сможете спокойно любую карту скачать, посмотреть, как это будет выглядеть, вот. В принципе, это всё, что нужно знать начинающему, ещё что я хочу сказать, вот здесь вы, наверное, увидите такой, вроде как, ляп монтажа, но на самом деле я просто другую половину видео, где я уже рассказывал о тайку, кача забития мани, тупо склеил с тем, что я снимаю сейчас. Может быть, очень так некрасиво склеено, но, в общем, смотрите. Я вам советую реально залезть в настройки и покопаться, всё под себя вот здесь вот набить. То есть, видите, у меня левый-правый клик, это на нумпаде умножение и минус, да, вот эти клавиши, я играю на них, вот. Ну, вы сами всё под себя подстроите, а теперь, значит, великий задаеровский монтаж в деле. Возьмите это внимание, настроить всё под себя. Был вопрос, да, вот, раз уж я, в принципе, закончил говорить, что делать новичкам, был вопрос на ютубе, мне задали, будет ли видео по другим режимам, к примеру, кача забит и тайку. Но дело в том, что я не очень хорошо играю в эти режимы, потому что я в ника не играл. Я особо не знаю, что про них можно говорить, то есть сейчас я продемонстрирую какой-нибудь тайка. Сейчас. Ну, вот тайка, это на самом деле достаточно популярный режим. Ну, вот, например, простите, шупой, просто первый же попался, я ему покажу сейчас примерно, хотя бы, что такое вообще тайк, другие режимы, то есть здесь, блин, ну это ужасно на самом деле. То есть я даже не знаю, что здесь комментировать. Я играю сейчас довольно-клёгкую карту. То есть суть в том, что вы играете как на барабане, не знаю, то есть у вас есть четыре клавиши, и вы должны, собственно, попадать к этим кружочкам. Ну, я, правда, я без понятия, как играть в этот режим. На самом деле достаточно интересно. Вот реально, мне сейчас достаточно прикольно это играть, то есть... То есть ритм прям чувствуется так прикольно, знаете. Да, это прикольно, но, к сожалению, я не мастер в этом режиме, я особо не знаю, как его играть в тюрьму. Сыграть только какую-нибудь лёгкую карту. Вот. То есть, давайте вот, чтобы вы понимали, то есть, да, это... ОСУ, это как бы такая игра, где несколько режимов, эти режимы это абсолютно разные игры, можно сказать. Вот. Ладно. Вот это сейчас был, по-моему, тайка. Ну, вы поняли, да? То есть, это на самом деле требует определённого... ...задротства. То есть, вот я сейчас вам покажу какую-нибудь карту посложнее... ...сложнее тайка, да, и вы поймёте, что это, в общем-то, не так, что легко. Вот, например, эту я... Я не уверен, что здесь хоть что-то попаду, да, вот, смотрите. Смотрите, вот. Ладно. Начало тут достаточно лёгкое. Ну, сейчас вы поймёте, собственно, музыка начнётся, и вы поймёте. То, что это режим... Ну, я думаю, что он даже сложнее, на самом деле, чем стандартный ОСУ. Вот. Ну, вот я уже, видите, вот такое я не могу, то есть, играть. То есть, это реально... Это сложнее, чем читать, чем ОСУ. В общем, это... Ну, знаете, если вы хотите реально поиграть в такое, что вам не придётся мышкой елозить, да, или там планшетом... Тут тайка, в принципе, для вас режим. А насчёт... ...кач забита, ну, это вообще что-то странное, ребят. Я, честно говоря, не до конца понимаю... Так сказать, забанят, наверное... Хотя, ладно, не забанят, наверное. Нет, забанят, знаете. Нет, забанят, забанят, однозначно. Так, ну... Ну, вот, например, это достаточно непонятный мне режим, почему вы вообще серьёзно воспринимают, но... Ну, я реально не умею у него играть, но... Суть только, что, типа, у вас фрукт падает под музыку и... Тихо. Вы должны, типа, двигать эту человечка. Ну, мне, честно говоря, не особо нравится эта игра. Ну, не знаю, да, то есть... Меня не прикалывает она как-то. С управлением вы можете ознакомиться в управлении, собственно, да, то есть там что-то ускорять можно этого человечка. Я вам не советую этот режим играть, я вам советую играть в нормальную ОСУ. Это намного интереснее, вот. Ну, наверное, для новичков, в принципе, всё рассказал. А, ну да, ещё, подождите, ОСУ МАНИЯ, конечно, как можно этот режим стороной обойти. ОСУ МАНИЯ, это... Это такой режим, который я боюсь, что я даже на лёгко не продаю. Да, это, на мой взгляд, самый сложный режим в игре. То есть у вас есть уже в тайка, вот, да, у вас просто бит идёт. А здесь, ну, сейчас вы увидите, это похоже чем-то на Guitar Hero, вот. Блин. Это самая лёгкая карта, и, знаете, мне достаточно сложно играть, потому что я не контролирую так хорошо свои руки, то есть, да, чтобы как-то так вот 4 сразу, ну, 4 клавиш сразу. Это ещё есть мании разных К. Это 4К. Есть 8К. Это когда у вас там 8 клавиш, да, то есть, ну, это реально сложный режим. Я вам, в принципе, советую у него поиграть. Если вы играли в Guitar Hero, если вы вообще контролируете свои пальцы, потому что у меня не получается, это реально. У меня получается играть в OSU, я потом хорош, а вот в таких не очень. Но вы экспериментируете, смотрите разные режимы. Возможно, вам совсем не понравится OSU, а понравится... Офигительно понравится мания, да, то есть... Ну, это тоже игра. Это, грубо говоря, это 4 разных игры. Смотрите сами, вот, что вам понравится. Ну, на этом, наверное, собственно, закончим. Ну, до свидания, с вами был Суслик. Суслик, как всегда, поблагодарим нашего спонсора. Ты, блядь. CSGorandom.ru. Шмоточки на CS. Господи, дигл за 90. Хочу такой дигл, не знаю, может, куплю, наверное, попытаюсь что-то выбить. Запишу даже, наверное, вот. Заходите, покупайте. Шикарный сайт, мне нравится. Не знаю, даже статарк есть, но посмотрите, как четко. АВП отдельная категория, классно. Заходите, покупайте. Все, следующее видео я запишу очень скоро. Оно будет по модам. Я сделаю акцент на моды. Покажу, с чем их едят вообще, что это такое. Ну, вот, все, в общем-то. Возможно, этот выпуск кому-то покажется скучным. Да, он скучный, потому что мне не о чем рассказывать здесь вообще. Это абсолютно для новичков видео. Собственно, рассказывают, как начинать играть. Да, начинать играть всегда не очень интересно. А вот дальше я расскажу, собственно, подробнее уже о модах. Вот. Ну и все, тогда до свидания. Ждите следующих видео. Продолжение следует...